добрый день уважаемые зрители канала youtube нашего канала в частности с вами команда солнечного города сочи у нас сегодня очень жарко прям просто пиздец как жарко не могу ждали машину очень долго и наконец-то дождались сегодня друзья с нами дает а марк 2 кузов gzx 110 марк 2 это легенда как бы эта машина которая долгие можно сказать даже десятилетия современные седаны как бы из страны японии но мы не будем вдаваться там в историю как всегда это не в нашем не в нашей как говорят американцы юрисдикции это все в яндексе можете прочитать всю эту историю конкретно мы говорим сегодня про кузов gzx здесь 110 который может быть кто-то из вас захотел бы купить там приобрести покататься узнать о ней может чуть больше чем мы знаем и так значит кузов этот вышел 2000 году в октябре была презентация его вот в этой машине значит что есть что мы хотим сказать вам поэтому значит комплектовался двумя видами двигателей это двигатель 1 1 g мощностью 160 лошадей и двигатель 1 gz fse 200 сил вот ну в общем по приводу по комплектации тоже машина отличается вот нам в обзор попала машина в комплектации grande то есть комплектация достаточно мажорная жирная современные модные блять не кто любит попиздеть говорят вот единственное чего нет в этой машине это не полный привод то есть она только задний привод все остальное в нем продолжаем так сказать рассказ о тойота марк 2 кузов gzx 110 а вот и значит начнем мы как бы с кузова то есть кузов здесь можете посмотреть один из так точнее ска как сказать это последний вообще марк 2 в классическом его понимание ты следующий это уже марк 10 марк x как некоторые его называют вот это девятое поколение последняя из тех самых марков он уже более красивый он уже не турбовый то есть это больше более уже такая как сказать логическое плавное завершение так скажем карьеры этой машины вот то есть здесь стоялось два типа двигателя блять это двигатель 1g 160 лошадиных сил и двигатель 1gz fse мощностью 200 лошадиных сил вот насколько я помню 1 по моему он 4 горшковый 1gz точно 6 горшковый вот здесь стоит 1gz 6 горшков вот комплектация конкретно этой машины комплектация гранды а вот она включает в себя вообще все вообще все что блять было на тот момент блять из развития японского автопрома вот но здесь нету только блять полного привода но он в сочи нахуй не нужен поверьте как бы блять у нас нет такой зимы блять чтобы где-то его вообще использовать блять а если и есть блять то нахуй тогда берешь уазик и мозги никому не ебешь вот далее что мы хотим сказать еще конкретно этот кузов он претерпел как и все уважающие себе машины до рестайл после рестайл в нашем распоряжении машина выпуска ну по-моему ноябрь 2001 года эта машина вот после рестайл отличает их значит то что у них фары то есть уже поворотник не сбоку вот так вот чуть-чуть а он полностью плавный решетка радиатора другая бампер немного другой он поострее как бы блять вот задний бампер тоже по моему отличается он то есть он уже он как бы был более такой как плавки как бы капот тоже по моему чуть-чуть он отличается блять от до рестайла вот ну теперь мы пройдем по спана по салону я так думаю сейчас ну теперь мы значит усилить в салон что я могу сказать ну руль понятное дело правы потому что марк 2 не было на левом руле вот посадка удобно руль большой да в принципе все заебись как бы тут ничего такого не скажешь первое что вы увидите при открывании двери в toyota mark 2 gzx 110 это первое вот это алюминиевая так сказать приблуды блять но сока приятно блять что марку держит марки вот дальше тут есть значит вообще полный электропакет во всем то есть тут полностью все окна открывается блокируется окна двери как бы все так а вот в двери даже вот под всем этим электропакетом скрывается вот такой кармашек то есть он как бы очень удобно если у вас есть какая-то ноша которая вот в это положение не зайдет вы можете вот так открыть как бы и спокойно положить допустим там это ну книги толстые допустим папки да всякую хуйню хоть что можно вот здесь находится штатные места под штатные колонки вот подсветка вот здесь дверей вот этих как бы расстояние это сейчас как бы плохо видно потому что на улице пиздец какая жара блять сочи сегодня 35 градусов блять просто не видно как бы если ночью снимать она пиздец как светит вот далее идем в общем здесь как уже было раньше раньше ранее сказано блять полный электропакет но любили японцы свои машины блять напичкивать так что автотаз блять хуй знает лет через 30 на только сможет блять хотя бы до какого-то уровня дойти здесь полный вот как бы поддержка зеркал вот мир раз то есть левая правая то есть все тут есть как бы есть гидрокорректор фар блять вот коробка здесь вот автомат вот однозонный климат-контроль то есть с температурой вот ручник здесь на ножной получается вот есть режим и вот допустим подвески вот здесь можно посмотреть это комплектация grande вот здесь есть подвеска как бы блять двигатель все вас все выставляется вот есть подстаканники блять и сейчас блять вспомнить как эта хуйня открывается а вот блять здесь гнездо по моему где-то для прикуривателя есть прямо отсюда хотя прикуриватель вон на самом деле там но здесь есть какое-то разветвление блять ну и вообще в принципе ящик большой как будто ну много чего положить можно для семейных людей блять заебись короче пойдет вот чтобы еще сказать по салону так ну значит в этой комплектации ставились две подушки безопасности то есть водителя пассажирская вот и очень важные приблуда которую в принципе я мало где верил честно сказать это встроенный автомобильный блять ионизатор воздуха сука вот здесь короче под этом под крышей может быть ну плохо будет видно но тут конкретно стоит ионизатор блять и тут стоит вот это сопло короче вот она блять вот это вот сопло она по-моему чистится или меняется короче это как сменный картридж блять вот она он охуительно ионизирует воздух вот чем прикол так ну водительское кресло здесь вообще как бы шикарное мне она блять очень нравится вот в жару такую блять жопа вообще как бы не не преет ничего как бы все дышит вот очень приятный такой момент как все-таки вот как бы отдать должное да в 2001 год а все на электро блять тут полная как бы поддержку от электро то есть вот он как бы если все слышно будет то есть вот вот он меня сейчас поднял блять опускает блять еще опускает блять вот то есть подлаку этого вот эта спинка пошла уже спинка блять туда-обратно блять туда-обратно как бы ну все полностью как бы сидение электро электрическая то есть идеально подгоняется то есть там никаких вот этих блять ёбаных рычагов ручек блять вот этого блять раскачивание блять кобылы ёбаные машины вот здесь все нормально блять все-таки как бы люди с мозгами блять подходили к этим машинам когда их проектировали то есть это даже как бы не камри реально я считаю марку он блять пиздец как на несколько веков вперед просто ушел от этой блять камри честно говоря ну лично опять-таки блять мое мнение она блять ебать говно просто блять по сравнению с опять таки со своим же так сказать братом просто нормальным классическим заднеприводным кто может блять нормальный мужской привод блять вот уже разница ебать какая так ну дальше я думаю мы пройдем по так ну пошли пошли салон покажем еще вот то есть здесь как бы ну все выполнено получается под дерево но это реально это пластик просто как бы то есть ну он красивенький такой блять глянцевые гладкий блять. ну нормальный блять пластика как бы ну есть есть нет нет так это вот мы получается спереди наверное все показали ну еще есть вот так активация то есть полностью закрываются замки все с двери водители вот то есть вот этой вот получается Получается, кнопкой, вот этой вот кнопкой, все закрывается, все открывается тоже, блядь, этой же кнопкой. Вот. Ну, концевики, естественно, тут на все. Вот. Все. То есть, вот как бы без лишних, блядь, усилий, так скажем, мы закрыли эту дверь. Сзади, ну, что сказать. Пошли покажем людям, что сзади находится. Вот, посмотрите, вот как бы я с ростом где-то метр семьдесят пять, наверное, блин, спереди, у меня передо мной, потому что, как бы, хозяин этой машины, он еще выше, он где-то сто восемьдесят пять, это под сто девяносто. И вот, представляете, вот как бы я сто семьдесят пять, я вот сейчас спокойно, блядь, убираю тут все с сиденья. Вот, человек как бы 175 сантиметров ростом Спереди 190 Место, ёбаный в рот сколько, блядь Просто пиздец сколько, блядь, места Учитывая то, что от нас таких может Сидеть здесь Вообще по фэншу и трое, но реально тут в четвером, блядь Можно легко разместиться Просто машина огромная, блядь, по салону Тут просто пиздец, мне кажется, дети Здесь могут просто вот всю поездку просто стоять А вот Так, ну, сзади тут такого как бы Ничего такого особенного не скажешь Ну, пепельница, да, стандартная, блядь Пепельница, подстаканники, вот как В самолете, блядь, ну Пепельница, подстаканники, собственно И вот Вот они на две На две персоны Вот, потом Значит, тут как вот, кенгуру, блядь, сумка Вот Ну и выдвигающийся, как бы, вот этот столик Ну, как бы, ничего особенного Ну, столик-столик, как бы, как во всех машинах Так, далее Мы сейчас закончим, я думаю, кузов Тем, что мы посмотрим на багажник Вот Сейчас мы, как у всех японцев Как многие знают Как бы, мы открываем каких-то, блядь, Америк Вот Открывается вот здесь просто, блядь Просто обычной ручкой Вот Идем То есть Вот так вот Спокойно открывается Вот этот вот Просто охуевших размеров, блядь Багажник Огромный, блядь Вот То есть Оператор Идем сюда Если вот это вот барахло чуть-чуть так сместить вбок Вот под этим ковром Видно Находится Вот такой еще огромный, блядь, отсек Огромный просто, блядь Пиздец Вот, видно? И вот там еще докатка находится Вот представляете, сколько тут места, блядь Просто вообще Не знаю Сервис можно еще с собой открывать, блядь Возить все здесь Вот Плюс здесь есть ящик Под хранение там чего-то Я не помню Вот он, короче Вот этот ящик, блядь Так, ну вот здесь есть ящик еще Он Вот здесь фиксируется просто Ну, как бы ящик, как ящик Но просто здесь можно много чего сохранить Вот хозяин здесь хранит там На всякий случай Вода, там, масло Вот, разные эти Средства для мытья машины Ну, прочую хуйню, как бы Ну, любую можно хуйню хранить Короче, реально багажник, блядь, огромный Все, защелку поставил Все нормально Вот Тут электропривод, как бы, стоит Ой, этот сервопривод, как на Япон, так на всех Все Пойдем Дальше Так Ну, мы, в принципе, вам все рассказали Именно по салону Ну, теперь можно Попробовать Показать, что под капотом Как бы, как это все выглядит Ну, а теперь Маленькие любители Ютуба Мы покажем вам Что находится внутри Так скажем Этого легендарного автомобиля Не побоюсь этого слова Значит, тут стоит двигатель 1JZ FSE Это, так скажем Следующая ветвь После предыдущего Кузова Сотого GZX100 В котором стоял Практически такой же Но турбодвигатель Это был 1JZ GTE Мощностью стоковой 280 сил Вот То есть здесь, как бы, он Чуть-чуть дефорсирован Но он тоже, как бы Интересен Он мощен Он, как бы, он эластичный Я сам лично ездил На этой машине, как бы Ну, прет нормально Прет, как бы 200 лошадей себя оправдывают Как бы, ничего не могу сказать Вот Ну, пойдем поближе Покажем Вот Ну, здесь, как бы Что можно сказать Вот здесь Ну, экран обычный Защитный стоит Вот Вот здесь родной Уже, как бы, японский Так скажем Паук Стандартный стоит То есть тут Очень много выхлопов 6 цилиндров Вот Хозяин, как бы, следит За этой машиной Очень-очень-очень Поэтому, в принципе Здесь все чисто Как бы, аккуратно Моется Жидкости То есть тормозная жидкость Все, как бы, свежее Без проблем Фильтра меняется Все нормально Вот То есть Именно по Подкапотному Аккумулятор Расположен здесь Здесь, как бы Как и на всех японцев В принципе Хватает достаточно Слабого, как бы Аккумулятора Именно, плядь Поебаным Тазовским меркам Вот Потому что я знаю То, что Блин, на всяких там Аккумулятор Стоит меньше Там на девятке Хотя у X-Trail Там, блядь Двигателей, ебать В два раза больше Вот Ну Собственно Все, наверное По Подкапотной По крайней мере Части Сейчас мы Подумаем Еще, что можно будет Чем можно еще Дополнить Этот, как бы, рассказ Вот По Конкретно Этой машине Здравствуйте У ЖР пришел Слышь Ты, тормоз, блядь У ебанок, блядь А? Так Ну и в довершении Как бы выпуска По обзору Этой машины Мы что хотели Придумали Так с ней Что сказать Можно еще Цена этой машины Примерно Триста Триста Пятьдесят Четыреста тысяч В хорошем состоянии Как бы Плюсов у нее Вы сегодня услышали Достаточно много Теперь о минусах Как бы Лично для меня Я выделил один Такой Достаточно серьезный минус Она очень огромная, блядь И В маленьком городе А тем более Где-нибудь в деревне, блядь Вы охуеете на ней ездить Потому что она реально Очень огромная Потом Она длинная, блядь То есть Тоже повороты Вывороты В деревне Опять-таки Не поездишь Машину для города Как бы И для большого города Вот Минусы еще Она низкая, блядь Достаточно И зимой Как бы По России То есть Не на юге, допустим По России где-то Тоже будет проблематично Потому что она будет просто садиться Единственное, что У нее Из плюсов скажу Забыл сказать до этого Здесь стоит блокировка Вот Плюс охуевший Так что Как бы Зимой без блокировки Трудновато Я бы сказал Когда одно колесо То гребет только Вот Ну Как бы По По минусам Плюсам Ну мы сказали Там Еще кто-то скажет Как бы Можно еще поискать информацию Вот Двигатель надежный Машина ебать Какая надежная Просто Хозяин За полтора года Эксплуатации Потратил на ремонт Что-то около Пяти тысяч По-моему Что-ли Всего Вот Стойки заказались Японии Стойка каждая Вышла по 1300 Учитывая Что это Подвеска Темс И она регулируемая Блять То есть Это Очень круто И очень дешево Вот Если блять Просто так сказать Вот Так По-моему Еще По-моему Еще забыл сказать Что здесь еще штатный Ксенон стоит Вот То есть Это не колхоз Там Не Не кто-то там поставил Это ставили с завода Вот Ну собственно Все Как бы Друзья Ставьте лайки Подписывайтесь Наконец-то на наш канал Мы очень сильно этого ждем И дальше будет только лучше Будут блять Свежие машины Охуенные Свежие машины Вот И Мы можете в комментариях Писать нам Просить на обзор На какую машину Вы хотите посмотреть Ну все Всем спасибо Что смотрели С вами была команда Город Сочи Пока